Девушки отдыхают Мамфон Риббентропом, министром иностранных дел Третьего рейха и одним из архитекторов Холокоста. Риббентроп обладал всеми негативными качествами, которые должен обладать не стал социалист убежденный. То есть он был в общем коррупционер, он не чурался присваивать средства, он не чурался брать взятки, он не чурался, скажем так, использовать свое положение в личных целях. Арсен Аваков тоже коррупционер. В 90-х годах он проходил по ряду уголовных дел о хищении в особо крупных размерах. Аваков прекрасный мастер подковерных игр. Он обладает очень хорошим качеством. Он может расставлять хорошие кадры на нужные места и его людей очень много. Именно в среднем аппарате и силовых ведомств, и гражданских администраций. В 2000-х годах Аваков возглавлял Харьковскую область. А потом чуть не попал в тюрьму за убийство своего партнера по бизнесу. Но вместо этого стал депутатом Рады, а во время Майдана 2014-го министром внутренних дел. Получив власть, Аваков решил усилить вооруженные силы спецподразделениями из националистов и уголовников, так называемыми нацбатальонами. Донецк получит свое спецподразделение, созданное из патриотов страны и Донбасса. Луганск свое из луганчан. В Днепропетровске будет создано спецподразделение Днепр. Николаев, Одесса, Херсон, Харьков. Самое кровожадное создание Авакова – батальон Торнадо. Философия такая – если ты готов умереть, ты имеешь право убивать. Если ты готов терпеть пытки, имеешь право пытать. Это справедливо. В 90-х Руслан Онищенко занимался рэкетом. В 2014 году стал членом нацбатальона «Шахтерск». Аваков вскоре распустил его за отсутствие дисциплины. Но тут же приказал собрать на основе «Шахтерска» новый. Батальон Торнадо, я могу однозначно заявить, он выполняет свои обязанности на передовой. Он конкретно будет подчиняться непосредственно Министерству внутренних дел и непосредственно Министерству АЛАК. Торнадовцы оказались еще хуже. Все поголовно садисты и маньяки. Они избивали, убивали и насиловали людей. Дошло до того, что их главаря Онищенко за пытки и насилие над детьми отправили в тюрьму. Впрочем, в 2022 году отпустили воевать против России. Министр внутренних дел подмял очень сильно все основные националистические батальоны. Он пропускает через свои структуры их основное финансирование. Не всех, но основных и наиболее боеспособных. Это тот силовой кулак, который управляется лично оценом АЛАК. Я финансировал вооруженное фермерование, называется «Добровольческие батальоны». Министерство внутренних дел. Тем же самым занимался Иоахим фон Риббентроп. В 1930-м бывший предприниматель познакомился с Гитлером и начал спонсировать нацистскую партию и ее боевиков. Он был, скажем так, доверенным лицом Гитлера. Он поручил создать Риббентропу, так называемое, бюро Риббентропа в составе центрального аппарата нацистской партии. Условно говоря, такая внутренняя дипломатическая служба при фюрере. Бюро Риббентропа должно было убедить другие страны разрешить Германии нарастить вооружение. Ведь после поражения в Первой мировой войне запретили это делать. Фон Риббентроп признавал использование дипломатической лжи. В 1938-м Гитлер назначил Риббентропа министром иностранных дел. Итогом его дипломатии стал агрессивный военный союз между Германией, Италией и Японией. При непосредственном и прямом участии подсудимого Риббентропа фашистские заговорщики планировали, подготавливали и осуществляли также и вероломное нападение на СССР 22 июня 1941 года. Аваков стал одним из главных разжигателей гражданской войны на Украине. Министр внутренних дел, который обязан защищать мирных людей, устроил кровавый террор в Донбассе и организовал водную блокаду Крыма. Не должна Украина поставлять воду в Крым до тех пор, пока Крым не вернулся в состав Украины. Это мое твердое убеждение. Министр иностранных дел выступил за репрессии против поляков и уничтожение евреев. Этим занимался специальный отдел в Министерстве иностранных дел. И он лично курировался Риббентропом. То есть Риббентроп непосредственно давал указания о подобных действиях. Подобные действия привели, в конце концов, к гибели сотен тысяч человек. Фон Риббентроп, вернувшись к теме Украины, сказал еще раз, что необходимо инсценировать восстание или повстанческое движение таким образом, чтобы все дворы поляков были охвачены пламенем и чтобы все евреи были убиты. К Советскому Союзу он относился однозначно отрицательно, потому что, во-первых, он плохо относился к славянам, а, во-вторых, он плохо относился к коммунистам. И вот сейчас эта страна ослаблена, потому что евреи не могут руководить никакой страной, и, соответственно, нужно снова ее подчинить немецкому влиянию, чтобы немецкие просвещенные элиты правили вот этим вот мыдлом. По указанию Риббентропа был создан батальон особого назначения при Министерстве иностранных дел, который в течение всей войны, следуя за передовыми частями, реквизировал и вывозил в Германию, согласно указаниям Риббентропа, всевозможные культурные ценности с оккупированных территорий на Востоке. Личный Риббентроп никого не убивал, он всегда был осторожен в словах. Мало того, на трибунале говорил, что часто не соглашался с Гитлером. Аваков тоже все преступления совершает чужими руками. Это должен быть суд над всем украинским государством. Это должно быть подобие Нюнберга. А вот если это будет, то его здесь надо судить, как человека, причастного к созданию бесчеловечного государства, именно так, как судили в Нюнберге. Риббентроп был осужден и повешен. Арсена Авакова также ждет суд и наказание. Арсена Авакова